так ну всем привет сегодня мы снимем видео аналогичное тому как закипятить воду вот видео будет о том как поменять масло в бмв в моторе 46 он же 42 вот но для начала поскольку у нас есть подозрение что прежде хозяин не очень соблюдал интервалы городского режима замены масла да мы зальем туда дополнительно еще промывочку вот такая промывка это ликвимоле профессиональная линейка это единственная промывка которая доверяю которая не раз показывала себя в действии показывала свой результат ну и как бы некоторые моторы она в общем-то спасала из полного полной полного короче трупов пару раз она спасала вот по об этом расскажем потом ну промывка очень своеобразная требует для правильной работы о кстати нифига си а ну сейчас даже пози зачитаю восстанавливает маслосъемные колу это ладно это хрень обеспечивает безупречную работу гидравлических систем двигателя таких как внимание ввт ванас и аналогичных то есть просто сейчас у нас этот мотор сразу плюс 100 лошадей после промывки за здрасте вот но что я говорил промывка очень своеобразная требует применения в соответствии с ее описанием промывка должна находиться в двигателе не больше десяти минут то есть при любых раскладах не больше десяти минут ну в общем то я это знаю мы общались с инженерами ликвимоле очень громадные ребята вот но опять же не в рекламу да суть в том что делает промывка промывка поднимает всю грязь которую она там пытается отмыть взвесь и через держит это вот на протяжении 10 минут здесь минут прошло вся взвесь осела толку от вашей промывки никакого нету вот поэтому чтобы не брать я понимаю что тут есть какой-то зазор по времени да но мы обычно моем 7 8 минут мотор на ней работает мы это все быстренько сливаем чуть-чуть проливаем а нового масла выбираем и опять же ликвимоле потому что мы доверяем этому бренду мы берем олеген 540 540 для этого мотора в принципе ничего и молиген это как бы дополнительная защита я считаю что она здесь лишним абсолютно не будет тем более мотор у которого за 200 насколько за мы в общем то как и любой владелец бмв никогда в этом не узнаем у бмв нет возраста у нее есть состояние да 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 ну у нас состояние этой бмв в общем то неплохое примерно лет семь восемь семь восемь девочка еще хозяин говорит что прекрасно хозяин говорит прекрасно открываем заливаем вот эта банка промахиваемся вот эта банка рассчитана по моему на 6 литров масла в моторе сейчас мы заведем уточним это еще вот ну давай заводи хозяин и засекаем время особенность сорок шестого сорок второго мотора это их звук я когда первый раз услышал этот звук я сказал ребята я же купил бензин это же не дизель а что мне ответили это нормально даже я сказал что это нормально да да у нас сегодня собрался клуб владельцев мотора минус два цилиндра минус два цилиндра да бмв клуб минус два цилиндра время прошло берем головку на 17 как правило в защите бмв есть лючок защиту снимать не надо этого лючка как правило ни у кого уже нету идем сливать масло все я понял там есть лестница но не понял классический звук откручивания болта в бмв я не знаю что подожди промывка это али нет но мы нашли залежи нефти не много всего четыре с половиной литра но все таки вот да но все таки бро сколько ты на ней проехал два вопроса другой почем сейчас курс за баррель западает подожди там выборы еще не определили подожди да сейчас это не лучше на этом масле ровно восемь с половиной тысяч восемь с половиной тысяч что-то мне подсказывает что все таки промывочка сработала в очередной раз судя по этой нефти да ну блин это ну нет сегодня видео по моему будет с дрожащими руками и моим загробным дыханием ничего нормально сейчас у всех такое дыхание а ну да так то есть шутка про мандаринки запах мандаринок услышат не все актуально как всегда она жесткая на самом деле это шутка жесткая это не очень красиво все таки надо купить чашку но тем не менее это рабочий способ злободневный анекдот хочешь а ну говорит изя а вы заметили как незаметно эти товарищи вели налог на воздух да 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 ты хочешь дышишь за 20 рублей в маске или на 5000 без маски да 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 сейчас хотел показать что там а вон нашел ремешок а можно ну не лучше вот это вот промежуточный лайфхук что делать если у вас нет никакого съемника крышка как правило прикипает нам нужен старый ремешок и вот этот ремешок конкретно гуровский ой гуровский ГРМовский 990 с какого то акцента короче накидываем ремень зажимаем его ну или в ключ зажимают его там заворачивать чтоб он вот тут затянулся и им легко можно сорвать и в общем то покрутить и открутить пару раз мы так срывали и это помогало еще работают цепями но цепь мне не нравится она корежит все таки шкарябает шкарябает ну мы сейчас тоже кстати пошкарябали неплохо ну хозяин молчит пока что ну он просто не видит да а вот кстати хозяин даже знает от чего и от какого акцента ремень аааа ну не факт не факт хозяин мы открутили фильтр масло у нас подслилось там у нас масло стояло тоже подслилось а ставить мы будем оригинальный бмвшный фильтр ну во всяком случае так написано собственно сам фильтр и что мне всегда нравится это ништяки которые вместе с ним а в ништяках у нас три резинки сейчас покажу где они и новое медное колечко под сливной болт не жмитесь меняйте каждый раз в новом фильтре оно один хрен будет вот достаем из широких штанин вот крышка фильтр снимается вот таким образом он там защелкивается мы его просто срываем с него еще может тапать убираем его чтобы не засрать машину теперь три резиночки внимание вот это уставшая первая вот это меньшего диаметра вторая и вот чуть ниже резиночка третья 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 резиночка снимается 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 третья резиночка ногтями либо отверткой не ну мы резиночку вот так вот просто натягиваем и она дает нам буртик снять ну чисто для приличия на самом то деле протираем это все хуже точно не будет хозяин просто смотрит на аж как то и так интересно как звали тот фильтр который стоял до этого чтобы знать откуда такая уставшая резинка давай кстати посмотрим мне тоже интересно я думаю ман удивительно да хрень тебе в карман у манов по-моему никогда не было у манов черные резинки да это фильтр хэггст 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 а есть такой хороший тоже кстати хэггст ну вот made in jormany будем знать что память у меня неплохая и коробочка была ман ну не исключено что в коробочке ман лежал фильтр хэггст так подготавливаем собственно а теперь в обраточку распаковываем пакетик с ништячками клад одеваем резиночки вот он один бортик стала резиночка чуть большего диаметра мы ее натягиваем вот сюда причем когда она натягивается она может немножко извернуться искоситься и лучше ее там по месту прокрутить чтобы она стала на свое место ну чтобы лучше одевалась надо предварительно их смазать новым маслом ну это мы будем делать можно старым можно старым в принципе да смазать маслом нужно обязательно новый фильтр мы одеваем до характерного чпока характерного чпока да вот у нас уровень получился вот он стал фильтр вот уровень вот он стал прям по бортику по пластиковому все то есть фильтр у нас стоит на месте голову мы собрали теперь что мы любим делать и это может быть предметом для спора и так далее но я считаю что на 500 грамм никто беднее от этого никогда не станет а машине от этого будет приятно учитывая что мы промывали ее после слива после отстоя требуете долива после слива старого масла я всегда проливаю новым потому что как минимум вот тут сейчас в стакане очень много какашек кстати да работает клапан клапан работает вот из поддона тоже оно как бы лишним нифига не будет давай зальем теперь сам мотор еще немножко как всегда промахнусь надо написать название видео это не экономичный способ замены масла вот так пошло пошло да слышно теперь можем даже посмотреть ты говоришь да теперь мы берем маслица смазываем все три резинки для чего это нужно они с завода посыпаны каким-то тальком ну какой-то смазкой в общем то там что то есть но на всякий случай чтобы мы были уверены что мы поставили все правильно и при закручивании резинку не скосило не закосило и не порвало лучше ее смазать маслом надо чтобы она стала немножечко скильской ну не немножечко но стала она скильской да теперь закручиваем на крышке написано 25 ньютон на метр сила динамометрический ключ для этого мы доставать не будем это два с половиной килограмма то есть в принципе абсолютно не до фанатизма вот сейчас она мокрая тяжелее раскальзывает то есть мы берем ее в остановку новая кстати закручивается всегда почему то лучше чем выкручивается старая вот она остановилась можно рукой на самом деле можно съемником два с половиной килограмма будет где-то вот так то есть мы докрутили ее буквально после остановки ну где-то на одну грань это вообще от силы даже чуть чуть меньше чем одну грань фанатеть затягивать не надо тут нету тех сил тех давлений которые вот ее прям сорвут и заляпают весь капот нет такого нету что кстати и никогда нельзя делать с самой сливной пробкой сливная пробка она притянется все равно задача сливной пробки в общем как и у свечи у нас есть медная шайба она тоже тут неспроста она достаточно толстая и мы знаем что медь в принципе достаточно мягкая то есть наша задача подтянуть болт до остановки и довернуть чуть-чуть буквально там на пять-десять минут да даже десять это много на пять минут довернуть чтобы она вот тут вот расклепалась то есть он ее раздавит она автоматически выберет все неровности медью и она станет герметичная и в следующий раз он будет легко открутить болт сливной куда то кстати я его уже делал да вот он на самом деле старая ну вот я не знаю на видео получится подожди давай сейчас попробуем как мне ее взять показать сейчас я оттру ну вот попробуй показать что вот тут вот есть бортики выработка такая вот неровности сейчас фокусируйся ну не факт ну не хочет она ну не хочет ну вот это вот подержи подержи но есть стоп опять вот пойму вот есть у нас неровности вот такие вот царапки вот это как раз то ради чего эта шайба там стоит чтобы эти неровности выбрать и чтобы у нас болт не потел чтобы это все было герметично поэтому не стоит экономить ну кстати она и по толщине чуть 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 потоньше стало экономить не стоит они есть новые в каждом фильтре я еще раз повторяю и вообще в каждом оригинальном фильтре нет нет везде во всех фильтрах на вот эти моторы да и в общем то на другие сколько мы там 52 50 54 те моторы которые мы здесь видели да меняли масло во всех был вот этот комплект то есть набор резиночек везде где вот этот стакан но оно на бмв везде это было вот поэтому а на моторах при замене где нету этого фильтра эти шайбочки продаются отдельно они есть для всех машин абсолютно в оригинальном каталоге у нас их тут тоже есть пачка они практически все универсальные не жмитесь их меняйте они там стоят 5-10 рублей от этого ну блин точно по карману никому не ударит а зато потом вы будете уверены что вы или механик который это делает не будет откручивать сливной болт вот таким вот воротком матом отбойным пистолетом хотя есть такие которые закручивают отбойным пистолетом это все это крах так фильтр закрутили пробку закрутили заливаем у нас в этом моторе где-то 4,2 заливаем 4 литра проверяем по щупу даем отстояться не даем мы никому ничего отстаиваться но 4 литра мы льем туда вот это вот зеленца сопли дракона сопли дракона да один наш хороший знакомый об этом постоянно любит напоминать о опять таки привет свои сопли дракона не ну я считаю что оно вполне неплохое хотя я удивился знаешь чему что когда я последний раз увидел акцию на этом масло в метро сторис выложил в инстаграм мне люди отписались и сказали блин гид чувак а это правда какое-то классное масло от души да от души спасибо ты знаешь когда у меня был интернет-магазин у меня вот это тот амалиген 540 очень любили брать на турбированные мазды даже так да 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 оно и по допуску там подходило нормально и то есть люди экспериментальным путем они сказали что да да а то придется отсасывать не сегодня голова болит поехали да да все что у нас не опустилось у нас там не опустилось максимум вот так и то не стекло достаем щуп внимание сначала его протираем обязательно чтобы он был сухой теперь мы его опустили достали и смотрим где мокро видно видно нет давай ну подожди попробуем видно здесь почти на многих машинах с круглыми щупами есть вот такой парадокс с одной стороны как бы фуле а с другой стороны мы видим истинную картинку то есть уровня у нас вот так в этом моторе литр уходит на от минимума вот черта до вот этого максимума здесь промежуток это литр заливать ну я привык заливать три четверти от максимума то есть в принципе у нас есть сейчас чтобы наверняка мы все таки по дедовской привычке ее заведем дождемся когда у нас потухнет лампочка давления масла покурим и проверим еще раз доливаем до уровня и говорим хозяина чтобы он проконтролировал завтра с утра так на всякий случай короче про промывку был случай после чего я этой промывке стал доверять еще больше и в целом маслу ликвимоле короче была девочка у меня клиент на шевроле нива новая шнива то есть на гидриках мотора 1 и 7 да по моему у нее вот короче там история была такая девочка ее взяла поехала на первое тоо на сервис отдала кучу денег приехала ко мне сказала что то короче там шляпа какая то и непонятно что льют тачка новая мне ее жалко давай ну залей масло мы ей залили оптимал 540 ликвимоле ну в принципе для того мотора это вполне нормально и девочка уехала и про девочку в общем там и мы забыли и девочка походу забыла и про нас и про масло звонит где то она наверное года через два говорит слушай у меня что то с мотором ну дичь какая то он звучит как то странно он подъезжает ну посмотрим послушаем подъезжает она на парковку гипермаркета и как бы вот так вот заезжая на парковку уже слышен такой дизельный звук характерный хозяйский дизельный звук вот ну подъезжает мы так щуп достаем щуп сухой я говорю слушай а что у тебя там на спидометре там 45 по моему или 44 было масло ну мы залили ликвимоле ну на десятки да где то там 10-12 то есть она на вот этом масле проехала ну почти тридцатку чуть больше да не контролируя не долевая то есть она в принципе за 30 тысяч она настолько не рассчитана естественно там подогорела то есть масла в принципе там не было вот ну и характерные звуки со всеми исходящими вытекающими ну мы взяли эту машину я ей сразу сказал я говорю давай ну как бы рассчитываю морально готовься к тому что ты уложила мотор потому что ну это все таки это жигули да это достаточно старые уже идеологический мотор то есть ну блин 30 тысяч проехать без масла ну хрен его да что там с ним будет то есть по логике там должно быть такое жесткий мазут там в принципе да там было что-то похоже ну по звуку мы правда мы испугались мы решили что ну мотор все он лежит то есть ну как бы ну десятку без масла она проехала скорее всего точно потому что там двадцатку оптимал выдержит а потом оно начало испаряться вот ну и мы берем вот эту промывку профессионалку мы берем канистру масла еще ну так на всякий случай да и стоим тут с напарником просто вот так вот заливаем я говорю слушай ну да вы попробуем проверим ну мало ли а вдруг разжижет а вдруг да ну и ну представляешь да это звук это звук реально такого уваленного дизельного мотора то есть она такая стоит мы ее заливаем так засекаем время и короче вот эти вот десять минут сколько там промывка работала где-то через две минуты движок начинает тише работать и мы так переглядываемся ну мы далили иsh ну мы долили да там какого-то масла долили чтоб оно было и мы так переглядываемся друг на друга говорю в смысле и реально проходит десять минут и движок шепчет я говорюarn да ну aslında такого ну не может такого быть ну нет но ий Switch какой-то тут же пошли взяли там что-то подсолнечное подсолнечное просто дали мы туда промывку 10 минут мотор тишина ну ладно мы сливаем сливаем нефть заливаем масло закручиваем все заводится все минут шепчет просто даже гидрики не тарабанят мы обалдели я люблю ну ну посмотрим да мы что туда лезть движок общем-то угомонился зовем хозяйку рим слушай ну забирай контролируем масло там ну давай там контрольно там через пару месяцев приедь она короче за эти пару месяцев накатала 3000 она приехала к нам мы достали щуп по щупу все ровно осталось вот после этого я уверовал вообще в ликвимоле еще больше и в эту промывку которая в общем-то практически оживила мотор да и в это масло которое значит все-таки несет себе эту антифрикцию до которая там долго находится на рабочих поверхностях которая не дала мотору просто стукануть вот как бы это моя философия поэтому всем хорошего масла всем чистых моторов комментируйте ставьте лайки подавьте лайки подписывайтесь и комментируйте комментарии обязательно нужны потому что но в конце как не так сделали не ну да может у нас не оттуда у вас руки не оттуда а вообще он надо чтобы ликвимоле обратила внимание на твой канал вдруг тебе дадут амбассадора представляешь а сейчас выключишь запись эти скажи что мне дадут ликвимоле нет на самом деле я даже это сейчас могу на камеру сказать ликвимоле они держат ту политику я думаю что это можно в общем-то говорить это никому не секрет они едут на своем имени на своем качестве то есть политика то что качественный их продукт в рекламе дополнительной не нуждается то есть те люди кто знают те его берут вот в общем то как ему мы его знаем я только этой жидкости доверяю свой автомобиль вот и никогда ликвимоле не заливалась завода по чему потому что директор ликвимоле он придерживается следующей политики все масло которое заливается завода что является промывочным до первого того до первых трех тысяч и поэтому он говорит мы никогда не будем заливаться с завода чтобы нас не называли промывочным маслом но такая вот философия ну что ж мы с ними все равно работаем потому что мы любим это масло все